Слава Господу всем! Знаете, нам нужна мудрость, мудрость в домострительстве Божьем, нам нужна мудрость для того, чтобы принимать правильное решение в каждом дне. И я говорил о том, что наша жертва должна быть уже осмысленной, то есть не делать просто, потому что Бог сказали делать, и не делать просто на автомате. Нам нужна мудрость Божья и его руководство в домострительстве. Потому что Бог сам не так надо строить его церковь, Бог для этого нас использовал, Бог для этого нас призвал. И вы знаете, у нас осталось две недели до пасхального выходных, где у нас будут специальные программы. И вы знаете, мы в этом году приняли решение, что у нас, мы не будем делать больше, ну, в прошлые разы, у нас, вы видели, у нас, наверное, процентов 70 или 80, это были наши знакомые, то есть практически это все верующие люди. В этом году мы приняли решение, что мы будем больше ориентироваться на тех людей, которые еще не знают Иисуса. И мы поняли, что такие программы, пасхальные программы, нам надо делать для тех людей, которые еще не знают Иисуса, чтобы на этих программах представить Иисуса им, рассказать им, что такое Пасха, рассказать им, что Иисус сделал для них. И я думаю, в этом нам тоже нужна мудрость. И я хочу напомнить вам, что каждый из вас может приложить свою руку к этому. Опять же, знаете, это я говорю в контексте наших десятилетий приношений, но я говорю это в контексте нашей жертвы, что мы можем просто прийти на очередную программу, которую делает наша церковь. Но я хочу вас призвать к тому, чтобы вы сейчас, во-первых, молились об этом, молились о всей этой программе, которая будет, но не так, как программе, потому что, по сути, что там до этой программы? Ну, программу мы уже сделали, мы уже научились сделать программу. Но для того, чтобы привезти тех людей, которых каждый из вас должен привезти. На следующей неделе у нас будут уже специальные флайеры, которые вы можете взять. И у нас будет... А? А, уже на этой будет? Уже есть. Вот это чудеса. Ну ладно. Тогда, значит, вот уже на этой неделе вы можете взять. Но смотрите, если вы дадите вот сегодня, там завтра, то человек через две недели забудет. Поэтому вы хорошенько помолитесь о том, кому вы хотите это дать, и потом просто дайте и сопровождайте этого человека. Напомните ему, где это будет проходить. И все детали у нас будут в анонсах идти. Уже есть, да? Вот это классно. Слушайте, я, честно, первый раз вот так вижу. Вот смотрите. А не только мы и ехали. Только еще теплые. Еще теплые. Только спринтеры. Смотрите, возьмите, пожалуйста, да? Но у нас их не сильно много, там, по-моему, 300 штук. Вообще можно брать, наверное, да? В общем, возьмите, и я прошу вас, действительно, молитесь за тех людей, потому что это те люди, за которые вы будете отвечать перед Богом. Это те люди, за которых вы придете и скажете, сказали вы, сказали вы, мы христили. Нет. Как вы это сказали? Сказали просто так, лишь бы. Вот я типа совесть очистил. И вы действительно, это тот человек, за кого вы будете переживать и будете молиться. Чтобы эта программа не была просто очередной классной охотой, которую мы делаем. Чтобы эта программа стала достойной программой представления Бога и людям. Хорошо? Будем молиться. Еще, смотрите, мы следующей неделе, а у нас будет уже неделя, когда мы будем фасовать эти яйца. Поэтому, кто сегодня принес, вы можете отдать их на айске. Кто принесет их в следующее воскресенье, а я очень надеюсь, у нас будет минимум 500 яиц, и, ну, это реально, вы можете в этом поучаствовать. И очень важный момент. Кто хочет поучаствовать еще в самой программе, у нас очень есть много таких вакантных мест, куда вы можете присоединиться. Тоже можете подойти ко мне, и мы будем, я расскажу вам, где вы можете поучаствовать в этой программе. Давайте встанем, благословим все, что мы будем делать, всю эту подготовку. Еще очень важный момент. Смотрите, сегодня мы будем, мы сегодня едем развозить вот эти пакеты поддержки. И я вас прошу, знаете, я не хочу, чтобы наше служение этим людям заканчивалось только в том, что вы привезли раз в месяц этот пакет. Я прошу вас, давайте молиться. Эти люди нуждаются в молительной поддержке. Поэтому я прошу, давайте как церковь, не будем просто давать хлеб, да, мы еще будем и молитвой покрывать их, хорошо? Это наша ответственность, потому что Бог дал нам такую привилегию заботиться о них. Поэтому я прошу, давайте будем еще и молиться. И все, это последнее объявление. Но это перед самой молитвой. Я прошу вас, вот это время сейчас молитесь за Сашу и Мишу. Вот это воскресенье, следующее воскресенье, вот пару воскресеньев, это будут удалось связаться с одними людьми, которые занимаются усыновлением, они там ездят по церквям и рассказывают о детях, которых могут взять. И вот на это воскресенье, следующее воскресенье, будут говорить о Саше и Миша. Поэтому давайте помолимся, чтобы, может быть, Господь кого-то там коснулся, чтобы они взяли этих ребят, с которых мы уже молимся очень долго, чтобы они взяли себе. Поэтому я вас очень прошу, молитесь это время. Там в Канаде будут, там в Штатах будут презентовать их для усыновления. Поэтому, пожалуйста, очень сильно молитесь за них, хорошо? Аминь. Давайте помолимся. Господь наш святый. Господи, мы так благодарны Тебе, Господь, потому что Ты используешь нас для того, чтобы мы могли нести служение на этой земле, Господь, в этом мире, Господь. И я прошу Тебя, Господь, давай на мудрости, показывай, что мы должны делать, как мы должны делать, Господь. Все наши программы, Господь, я прошу о Твоем устройстве, Господь. Я прошу о Твоем водительстве, Господь. мы, чтобы это не было какие-то программы на автомате, Господь, мы, чтобы это не было то, что мы уже классно научились делать, Господь, мы. Но я прошу тебя, пусть это будет все по воле Твоей, по Твоим руководствам, Господь, мы, и все в мудрости Твоей, в Духе Твоем Святом, Господь, мы. Используй каждого из нас, используй наши руки на этой земле, Господь, мы, используй наши финансы, Господь, мы, все наши ресурсы, которые у нас есть, используй для славы Своей, и, Господь, мы, чтобы имя Твое было достойно представлено, Господь, мы, тем людям, которые еще не знаю Тебя, Господь. Используй нас для славы Твоей, Господь мой. Мы хотим прославлять Тебя не просто словами, не просто песнями, Господь мой, но мы хотим действительно своими делами, Господь мой, и совершать Твою волю, которую Ты нам, Господь, поручил во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, благословите семьи, которых мы сегодня будем благословлять, которые мы будем сегодня поддерживать, Господь мой. Пожалуйста, восстанавливайте семьи, Господь мой. Давай работу классную, давай действительно покрытие, Господь мой, материальное, Господь, которому они нуждаются. Здоровье Твоего Я снова прошу тебя. Прошу у твоего исцеления, Господь мой, твоего укрепления здоровья, Господь мои, и всем имя, Господь мои, deu тника, прошу тебя во имя Иисуса Христа. А I'm also praying for you to me and mix it down to me. Я прошу тебя, Господь мой, сегодня, вернее я знаю точно будет эта презентация в канаде, в моновейшуме, Господь мой. Я прошу тебя, Господь, пожалуйста касайся Господьurat сердцев, те люди, которые Liam will slash, чтоб появились те, которые захотят усыновить Господь. Которые захотят взять ответственность за Сашу, за Мишу. и действительно просто ставить благословением, ответом на молитвы Господь. Мы очень долго молим Тебя, Господь мой. И я прошу Тебя, Господь мой, приди, Господь мой, в помощь этим детям, Господь мой. Велиться тех людей, которые возьмут их в себе, Господь, которые будут их лечить, которые будут о них заботиться, которые, самое главное, будут их лебить. Во имя Иисуса Христова, молюсь Тебе. Аминь. Все, присаживайтесь. Присаживайтесь к нам и все. Есть одна... У нас очень необычный сегодня день. У нас сегодня короче, не буду тянуть, да? У нас сегодня Рождество пастыря Валерия. Спасибо, Валерия. Нет, так можно вас конечно, мы же хотим вас поздравить, мы хотим вас... И я в одну минуту так, дякоро прошу даровать. Мы к вас, я очень благодарен Богу за вас. Кого-то вы ведете уже около 20 лет, кого-то даже больше. Кого-то чуть меньше, да. И вы знаете, я хочу поблагодарить Бога за вас. И для нас просто большое благословение. Мы, конечно, не проходим с вами, много мы учимся. И я благодарю Бога за ваше сердце, потому что мы косячим много, а вы нас любите все равно после этого. Ну, в общем, мы очень благодарны Богу за вас. Мы очень благодарны вам, чтобы ваши руки не опускаются, что вы продолжаете нас вести. И это является большим благословением, что Бог поставил именно вас. Пости нашу церковь, вести нас. И мы хотим помолиться за вас. Ну, небольшой подарочек вам, тут тортик. Но чтобы он не расставлялся, там еще и этот... Ай-корс? Там еще этот, да. В качалку, по-моему, форуму себя привезти. После тортика. Спасибо. После тортика. После тортика, да, чтобы не расставлялся. Да, да. Вот. Поэтому, и я хотим попросить, может быть, чтобы... Ну, представлено. Да, ну, просто, чтобы он помолился, благословит последствия. Я? Да, с удовольствием. Благословителю пастеря, мы хотим тоже будем. Спасибо. Спасибо. С удовольствием, да. Для меня тоже сюрприз такой. Попал на Рождество. Я думал, Пасха. Для меня честь большая вообще быть и в гостях, во-первых, в первый раз, и во-вторых, прямо на праздник попасть. А я-то думал, кому же тортик? Ага, ну так, президентский. Да, хорошо. Да. Ага, пастора, а сколько вам исполнилось? 18. 459. 459. 459. 459. Ага, да. Ага, значит, пастора получается чуть постарше меня. Мне 49 будет в мае. О-о-о. О-о-о. Да, значит, да. Ну, недолго, да. Слава Богу. Ну что, помолимся, да, друзья? Аминь. Благоставляешь, никто не благословит. Аминь. 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 С днём рождения тебя! Поздравляем тебя, и мы любим тебя! Благословляем тебя, и мы любим, и мы любим тебя! Присядьте, пожалуйста, на минутку.